Кстати, в этом году я был на море только один раз. И меня Лиану просто уговаривало, говорит, ну поехали. Ну поехали, до сих пор, ну поехали. А я думаю, может быть, еще до моего дома, чтобы идти пешком быстрее дойти. Да, конечно. Сереж, тебя надо вписать. Куда? Куда вписать? В страховку. Ох, хорошо, что не в паспорт. На, ну это ты сам должен решать, а не я. Друг на друге, друг на друге, друг на друге. Снизу не могут выехать наверх. Сверху не смогут выехать вниз. Видите, как вот, ну как выехать, выйдут. Как? Слева стоит, справа стоит. Одна полоса, всем куда-то нужно. А где? А что, вы еще до сих пор здесь стоите? А вы где? А я наверху поставил автомобиль свой. А вы что, как вы стоите? А вот так вот. Ну меня меньше, а вы стоите, пропускаете. Примите соболезнования. Вот, дама была только что. Она была за мной, а я вперед проехал. Она до сих пор там. Вскоровений. Давай, еще один вопрос. Сколько женщин в своей жизни ты соблазнил? У меня было в жизни всего две камеры. Одна большая, другая средняя. А у тебя? У меня была одна большая и одна предварительного заключения. Начиналась бжеда и заканчивается горским. Сколько мы тут едем? Уже полтора часа уже едем, да? Для этого горского. В связи с чем? Потому что сначала две полосы превращаются в одну. Потом еще две полосы превращаются в одну. И с жульки превращаются опять же в две полосы. Так, пока стоим в пробке с горячего ключа до моря. Выдумываем, отрабатываем схему стендапа. Что странного? И сейчас рассматриваем вариант, что странного на море. Давай, говори. Давай. Странностей бывает много. Особенно, когда ты плывешь, кайфуешь. И тут раз просто перед твоим носом оказывается говно. Это как называется? Вот странное, вот поведение странное. Нет, что же странное. Все нормально. Ага, в чем-то странное. Это смешно. Странным на море я считаю то, что женщины, одетые в городе, раздеваются. И то, что считается предосудительным в одних условиях, считается нормальным в других. Представляете, в раз женщина такая, в купальнике, идет раз по центру города. Или мужчина. Мужчина мой не был, мама. Меня туда вообще не пускает. И в что самого странного? Я что знаю, что ли? А? Громче? Я не знаю. Следующий пункт, это отработка, это что странного. Да, страшного, вернее, что страшного. Выдумываем мысли по этому поводу. Умереть так. Это понятно, это всегда умереть страшно. Сейчас едем в автомобиль, чик, и умерли. Так, ты что там в другое говорил? Страшно, что? Не видеть под ногами штырь. Штырь, опять это. Ну, это штырь может быть везде. Кирпич упал, но, господи, там метеорит упал. Декс. Я не знаю, что. Страшно, когда медуза к тебе подплывает и заползает к тебе по труту. Ой, блин, у меня не раз так было. Страшно, что сейчас пробка идет на море, и точно такая же пробка обратно идет. И мне страшно, что бензина не хватит, представляете? Где же заправилась, что ты? Раз и бензина нет, и все такие, и у того, и у того, и у всех везде. У всех встал бензин, и никто никуда не может поехать. Представляете, страшно же? Страшно. И треугольник впередет. Это очень страшно. Да, вообще ужас. Представляете, какое страшное море, и все едут туда. Ведь укаживайте мысли про медузы, которые по трусу заползут, про эти челюсти, которые начнут плавать, про страх про вот это, то, что не будет дна. Да, и мы все едем туда. Представляете, что вы можете о психическом состоянии сказать вот этих всех людей? Кто они такие, как вы думаете? Чубу пели, во. Вот что идет новое поколение. Для меня сложно вспомнить, что же мне там нужно. А для меня сложно вовремя собраться, организовать детей и себя. Должны были выехать в 6 часов. А во сколько мы выехали, как вы думаете? В 11. 6 часов собирались. Сложно найти парковку. Дотащить все это дело до моря. А, я знаю, что сложно. Самое сложное, это изобразить, что ты пришел без ключей, без денег. Без золота, без телефонов. И как бы вот пойти в море купаться, и как будто бы у тебя ничего нет. Вот, наверное, и каждый так это делает. Потому что у каждого с собой ключи от автомобиля, деньги, карточки, телефоны. И они изображают из себя, как будто бы они бичи. Поэтому я вот так вот по-бичевски пришел. Это что глупого? Что глупого на море? Что глупого на море? Каждый, кто пришел, упал на место, считает, что это его место. Мое. А в чем тут глупости? Хотя до этого, буквально пару минут назад, это было чье-то. И он пришел и занял. И сказал потом всем, что это мое. И будет биться. Я считаю, что глупо выглядят люди, которые одевают ласты, маски, трубки. Думаешь, как дураки. Говори. Понятно. Не получается сработать с молодежью. Итак, мы стоим в коробке уже минут 15. Я думаю, что точно такие же мысли есть у всех, кто едет на море. Это, можно сказать, самое смешное про то, что творится вокруг. Да, потому что я еду с детьми, чтобы они накупались, надышались. А я сама плавать не буду. А, то есть наверняка, смотрите, там дети, там дети, там дети. Да, да, да. Там дети. И половина родителей плавает. И дети, родители не будут плавать, и не едут родить детей. Кстати, в этом году я был на море только один раз. Вот. И меня Лиану просто уговаривало, говорит, ну поехали. Ну поехали. До сих пор, ну поехали. А я думаю, может быть, еще до моего дома, еще дойти пешком быстрее. Да, конечно. Что самое странное, то, что сейчас сентябрь. Вообще, вообще осень, смотрите. Вокруг. 38. На моем датчике 34. А самое странное, то, что осень и 38 рифмуется. Вот, что самое странное. Вот. Со сентября и море не рифмуется, но сегодня 18 сентября и весь этот народ туда едет. Вот такая вот кубанская. Кубанская осень. 8. Осень, осень, осень. 38. 38. Кто сказал, что дома нам сидеть? 38. Мы едем по трассе? 38. Потому что осень. Потому что осень. 38. И на улице все 38. 38. И нам хочется нырнуть. 38. Мужки, кто же вышел к нам навстречу? 38. Дайте конфетку быстренько. Мам, бери. Давай, давай, давай. Скачем. 38. Тридцать восемь. Тридцать восемь. А перед нами Бэха. Осень, осень. Он сказал, да я красотка. Слушай, подальше от этой хрени. И получается красивая. Осень, осень, 38. Задница у Бэхи перед нами. Осень, осень, 38. Хочется быстрее доехать. Осень, осень, 38. Что-то пробка на хребет пробка. Кладываем в шутки. Я в дороге вообще кондером не пользуюсь. А зря, кстати, он работает. Да? С чего ты решил? Я же включал его, когда к тебе ехал в Хадыжинце, перегонял его. Ты что, с машиной дружишь больше, чем со мной? Нет, я больше не дружу с пылью. Везет же тебе. По сравнению с предыдущей поездкой, здесь появилась куча отбойников. Но, конечно, отбойники ставят за счет второй полосы. Поэтому тянется эта кишка очень долго. Едем. Едем уже второй час. И это 18 сентября. Как я люблю небольшие рыночки на дороге. А чем? Да и останавливаемся, фоткаемся. Красиво же. Да ты обалдела. Да ты не переживай. Сегодня мы точно там останавливаться не будем. Ох. Сереж, тебя надо вписать. Куда? Куда вписать? Страховку. Ох, хорошо, что не в паспорт. На, ну это ты сам должен решать, а не я. Как можно. Кудых людей легче похитить. Берегите себя. Поешьте здесь до отвала. Ну вот мы и на Боре. Самое интересное оказалось. Не только доехать до сюда, но и припарковать автомобиль. Автомобиль один на другой. Хорошо, что нашел место, куда поставить. Немного далеко, но ничего страшного. Ехали до моря. Целых два часа. Тогда, когда должны были добираться за 55 минут. Вот так вот. В чем проблема? В том, что раньше на хребет было две полосы, а теперь из одной полосы сделали отбойник. Многие вторые полосы заменили тоже на отбойники. Но тем самым повысили, конечно, безопасность движения. Конечно, это есть. Но при этом скорость значительно уменьшилась. Я думаю, скоро дойдет до плавающей субботы-воскресенья. Одни люди должны выходить в субботу-воскресенье. Как-то не странно. Выходные в понедельник, вторник, другие в среду-четверг. Чтобы не было такого ужаса на море. Потому что всем, всем нужно, всем нужно прямо сегодня, прямо сейчас ехать до моря. Все будут стоять в эту пробку. Именно там они будут ругаться, смотреть на друг друга и никуда не ехать. Хотя вот такой вот плавающий график уже отчасти разработан. И он и действует. Школьники ходят не в первую строго смену, а в полторашнюю смену. То есть одни идут в 8 часов, другие в 12, третий в 15 и так далее, так далее, так далее. Все, вон пробка началась. Пробка стоит. Люди испытывают терпение. Друг на друге, друг на друге, друг на друге. Снизу не могут выехать наверх, сверху не смогут выехать вниз. Занимают две полосы, 3-4. Вот. Как вот, ну как выехать, выйдут? Как? Слева стоит, справа стоит. Одна полоса. Всем куда-то нужно. Хорошо, что им удалось мне оттуда выехать, снизу. Нет, еще есть упорные люди. А где? А что, вы еще до сих пор здесь стоите? А вы где? А я наверху поставил автомобиль свой. Да вы что, а как вы стоите? А вот так вот. Ну, меня меньше, а вы стоите, пропускаете. Примите соболезнования. Вот, дама была только что. Она была за мной, а я вперед проехал, а она до сих пор там стоит. О! В горячем ключе уже ощущается дыхание осени. А на море жарище, духотище. Как летом было, так и осталось. Думал, брать с собой длинную рубаху на море. Нет, не брать, конечно же не брать. Передавай привет маме. Мамы нету. Хорошо, тогда что? Папа тоже. Только друзья и братья. Ну, передаем так. Спасибо. Или нет? Скину. Что скину, правда, непонятно. Такс. Не, я не хочу, я вообще как верблюд. Могу неделями не пить. Говори, слышит. Только плеваться, да? О, точно, вот шутник, а. Где у тебя вода накапливается? Где у меня вода накапливается? А где нам в мозгах у меня накапливается вода? Офигеть, смотри, не умеет. А вы знаете то, что у верблюдов выходит кишечник через рот? Нифига себе, откуда ты знаешь это? Это правда, что ли? Да. У них вот так полностью кишечник вылазит. Если верить пятикласснику, то... Да, молодец. Это мы учимся шутить. Я учусь шутить. А на самом деле шутник вот рядом со мной. Народу, народу, народу. Как будто бы сейчас не осень. Почему здесь все люди? Да, передавай привет маме. Всем привет. Это хорошо. Ой, тут что-то прямо по... Мой! Мой! Путешествие закончилось. Все было прикольно. Хорошо покупались. У меня было в жизни всего две камеры. Одна большая, другая средняя. А у тебя? У меня была одна большая и одна предварительного заключения. Ого! И сколько ты мне заключался? Три дня. Три дня? Ну, за что? Для этих трех дней хорошо выглядишь. Вскровений. Давай. Еще один вопрос. Она с подвохом задает вопросы. Да? Значит, какие там подвохи? Там просто реальность. Давай. Тебе их задавалось на матрасе. Ты мне честно признался. Можешь еще рассказать, повторить? Давай. Сколько женщин в своей жизни ты соблазнил? Обычно меня соблазняют. Хочешь сказать, не одной? Я же сказал, меня соблазняет этого достаточно. Скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста. Как у тебя получается одновременно делать несколько дел за раз? Ну, так просто кажется. Вот, допустим, мы сейчас едем. Едем на море. Управляем автомобиль. И еще изучаем упражнения из курса стендапа. Стендапа. То есть мы изучаем упражнения, что сложно, что не сложно, что прикольно. И так далее, и так далее. То есть, короче, обалдел. Обалдел. То есть мы, как бы... Это он обалдел, да. Да, да, да. Он обалдел. А вот так вот? А Сережа от него обалдел. Да. Мам! Ты сценку сняла, можно выключать. Ты тоже обалдел. Я чай хочу. Нету чая. Ты обалдел, чая нет. Смотри, давай включай. Подожди, я еще вопрос задаю. Нет, это надо по на паузу. Сереж, тебе сегодня сложно было Ромера убедить? Я убеждал? Ты убеждал. Или он сам убедился все-таки? Так что мне убедил? Вот давайте. Давай. Он, как приехали, начал говорить. Купи мне лимонад. Купи мне лимонад. Это было сказано много раз. А я тут при чем? Ну, ты его убедил. Он сейчас сзади едет и говорит. Дайте воды попить. Ну, это, видимо... У меня специально есть такая аура. Я маленьких мальчиков. Убеждаю в том, что они должны вести себя хорошо. Зашибись. Да, сколько нам еще осталось. Сереж, что самое сложное для тебя стоять в пробке? Это объяснять детям, сколько еще осталось. Потому что им скажешь, нам осталось полчаса. Они поедут. А мы полчаса уже стоим. Когда мы-то поедем? А как им объяснить, что мы без выходной ситуации? Пробка вот здесь вот стоит и все. И все. А что самое легкое? Пробки стоять? Да. Это то, что у тебя шум не слышит. Ты слышишь собеседника, как они говорят. Я могу тебя спокойно поспрашивать, позадавать вопросы. Можешь, я разрешаю. Я сегодня тебе задала вопрос, что бы ты делал, оказавшись на необитаемом острове. Сейчас я тебе за тот же самый вопрос, только с подвохом. Давай. Если бы ты был один, что бы ты делал на этом? Где? На острове? Я бы медитировал. Я бы медитировал. Медитировал. Я бы перестал бы желать дожить до 100 лет, поскольку там без разницы, нету общества. Я бы передумал бы делать бы свои проекты, потому что это бесполезно. Я бы, наверное, стал бы каким-нибудь просветленным, к которому потом бы пришли, как Делай-Лами. Открой секрет, Сергей, в чем секрет жизни? Нет, там за островом тоже людей нет. Подожди, ты куда? Никто бы к тебе не пришел. Ты один всегда. Ну когда-нибудь с Альфа-Центавра должен приехать? Нет, ты один. Ну тогда хорошо, я умираю, и ко мне приходят люди. Они там же наверху уже есть. И говорят, ты просветленный, наконец умирай. Души, да? Души, души. Души, души. Скажи мне, а чего ты балдеешь? Я балдею. Так, нужно порепетировать, подожди-ка, выключить. Ну, секс? Ты вопрос понял. Какой? А чего ты балдеешь? Так, секс, красивая пища, красивая еда. Оправление, ну, когда ты долго, скажем, снял башмаки, тебе раз, и такое чувство. Когда ты долго-долго шел куда-то, в этом раз и остановился возле костра, или залез в какую-нибудь баню, или увидел красивую картину, или понюхал. Мы ехали, была одна пробка, здесь соединяется джинбурская дорога, другой, с Краснодарской. Сережа терпит все. Да, Сереж? Это слишком большой сюжет, можно выездить. Да, хорошо, вырежешь, что надо. Я не терплю уже. Я говорю, как есть. Это жопа. Начиналось бжедай, заканчивается горским. Сколько мы тут едем? Уже полтора часа уже едем, да? Для этого горского. В связи с чем? Потому что сначала две полосы превращаются в одну, потом еще две полосы превращаются в одну, и с жульки превращаются опять эти две полосы. Вот, люди окружаются, все, что они куда-то нужны. Мы желаем больше, что мы хотя бы куда-то едем. Хотя бы куда-то едем, это уже хорошо. Это уже хорошо.